Продолжение следует... 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 Помните, как мы угорали с выборов в Америке, что у них всего два кандидата? Один из них бывшая звезда реалити-шоу, второй — женщина. И к выдвижению одного из них приложил руку Путин. Так у нас это вообще один кандидат, это Собчак! И они даже не стали запариваться, блядь, кандидат против всех, но не против пососаться с канделаки, когда она прибухнет, да? Охуенное видео! Охуенное видео! И самое смешное... Я ведь действительно топил вначале за Собчак, когда она баллотировалась. Я такой, давай, тёлка с дождя, разъеби этих старпёров! Как только ЦИК принял её кандидатуру, её начали крутить по всем каналам, я такой, блядь, она с Кремлём. Вы видели дебаты, Собчак? Охуенное зрелище! Соловьёв такой, у вас есть 4 минуты, и они пошли. Собчак открывает рот, и Жириновский такой, блядь, ебучая тварь, тупая, сука, ебаная! Просто наваливает панчи, типа, ей. Мне очень понравилось, что в череде этих панчей однажды она такая, тварь, сука, чёрная грязь! И Собчак такая, так, блядь, что ты новенькое, нахуй? Чёрная грязь? Что, блядь? Я что, персонаж из Человека-паука? Типа, чёрная грязь, что это за херня вообще такая? Видели последние 4 минуты, Собчак, типа, последнее слово? Ей дали последнее слово, и, типа, Соловьёв такой, время пошло. И Собчак такая, слушайте, ну мы же все прекрасно понимаем, что выиграет Путин. И Жирик такой... Да и, конечно, чёрная грязь, блядь, но, может быть, базара ноль. Знаете, как я понял, что в Америке честные выборы? После того, как, походу, мы смогли в них вмешаться. В свои мы, правда, не можем вмешаться, нихуя, но... Ну просто хоть миллион хакеров на Кремль нападёт, кого они будут взламывать, блядь? Ботокс на лице у Путина? Это пиздец. Причём, самое смешное, что абсолютно вся мировая общественность понимает, прекрасно понимает, и в этот раз понимала, что не все в нашей стране вновь готовы на очередной срок Путина. Что не все поддерживают это решение. Потому что, ну это всё меньше и меньше похоже на демократию. Типа, Путина уже подходит срок, когда он не может быть президентом. Он такой, да давайте какой-нибудь закон придумаем. Нормально же общались, что за хуйня началась? И мы всё такие, да давай. И вот некоторые страны, как бы это ватно и стереотипно не звучало, реально начали раскачивать лодку. Вы в курсе про ситуацию с Лондоном и Скрипалем? Если кто-то не знает, был такой чувак, он типа работал на Россию, но оказалось, что он шпионит в пользу Англии. И его недавно на территории Лондона отравили. И Лондон выставил с официальным заявлением, где они говорят такие типа «Мы твёрдо уверены, что Скрипаля отравила Россия». С нейрополитическим веществом, блядь, нейрополитическим веществом, ёб твою мать. Это нейрополитическое, это любое шоу Соловьёва, ты включаешь «Я парализован» — это пиздец. Это нейропаралитическим. Нейропаралитическим веществом под названием «Новый чок». И мы даём России 24 часа на ответ. Прикиньте, они нас на счётчик поставили. И вот в этой истории очень много тёмных пятен. Вместо того, чтобы от России через сутки после заявления о Англии приехал какой-то дипломированный специалист. И всё расписал по полочкам. Типа «Мы считаем, что это провокация. Россию пытаются подставить на международной арене. Потому-то, потому-то от нас едет лысый старый хуй и говорит следующее. «Вот вы Шеллока Холмса читали? Вот там персонаж есть такой, Лэстрейт. Вот он всегда глупости говорит, вот вы как Лэстрейт. И всё! Это ответ России! Он буквально такой «Колобка читали, вы ли самый колобок?» Всё, продаю. Это пиздец! И Захарова такая. Захарова — человек, который отвечает за международные отношения. В прайм-тайм, по всем нашим каналам. «Это кому эти петухи 24 часа, сука, дали? Э, блядь, ну нихуя себе!» Типа «Мы страна быдло!» Я уверен, что у неё в суфлёре написано «Э, бля, слышь, бля, и чё, блядь? Это её подсказки, типа!» Это пиздец! Это так странно! Лэстрейт! Блядь, это всё равно, что перед людьми, после того, как подлодка Курск утонула, вышел бы Путин и сказал «Э, без труда не вытащишь и рыбку из пруда, блядь!» Настя Рыбка, ёб твою мать, блядь, Настя Рыбка! Это ведь главный индикатор того, насколько власти похуй на нас! Они уже даже не запариваются, ну типа, чтобы придумать нам отмазки какие-то! Вы просто вдумайтесь! Олег Дерибаско плавает в международных водах на яхте, обсуждает саботаж предстоящих выборов в Америке при проститутке, которая в этот момент пишет про эту книгу! Она такая «Саботаж через запишется» Он такой «Да-да-да, подожди, не мешай!» Это пиздец! Это какой уровень безответственности вообще? Насколько это странно! Блядь, это всё равно, что, я не знаю, разводить благодатный огонь при Ричарде Докинзе с жидкостью для розжига! Смотри! Чудо, блядь! Нихуя себе! Вот это полыхнуло! Это так странно, блядь! Это настолько же безответственно, как секретничать в ВК! Им так похуй, ребят! Им фантастически похуй на нас! Они нашли в Аргентине в посольстве России 400 килограмм кокаина! Это чё, блядь, такое? Знаете, как они его нашли? Какой-то чувак такой «Так, мы никогда не открывали дверь, чё это заходить?» «А-а-а-а!» Вот как произошла находка! И знаете, как среагировало посольство России? Они такие «Да это сотрудник, он уже год здесь не работает!» «Блядь, это отмаза, что ли?» «Типа, ну что, ну он и фикус не забрал, вот степлер уезжит!» «Чё ты ебались? Человек не съехал ещё полноценно!» «Ну осталось что-то!» Через два дня после того, как эта новость, ну, очевидно, расфорсилась в СМИ, нам надо было дать официальный комментарий Знаете, какой мы дали комментарий? Наши СМИ такие «Да, мы официально подтверждаем нахождение 387 килограмм кокаина! Через три дня, через три дня они такие «Да, правда, нашли 367!» «Чуть-чуть поубавилось!» «Ну, типа, взвесили нормальными весами, да!» «Им так похуй на нас, чуваки!» «Алутский всё ещё депутат!» «Это пиздец!» «Чувак домогается до тёлок!» «А комитет нравственности России!» «Горит!» «Ну, а чё они, тёлки?» «Хули они с жопами пришли вот этими аппетитными?» «Провоцируют человека бедного!» «Нахуя вот это вот?» «Это пиздец!» «Вы же понимаете, что они с нами уже не на одной волне?» «Эти стерпёры уже не вписываются в контекст времени?» «Как они могут управлять тем, что они не понимают?» «Они не вписываются в контекст времени?» «Типа, это вот как когда ваша мама говорит слово «мемес!»» «И вы такие, блядь, ух!» «Так, мама, нахуй!» «Давай-ка не делать вот этот вид!» «Умирай себе спокойно, нахуй!» «Моя недавно такая, типа...» «Она мне сказала, «Дань, я недавно смотрела новый «Версус!»» «Вот это там панч!» «Я такой, ай, блядь!» «Нахуя ты это делаешь?» «Зачем?» «Просто отпусти эту ситуацию!» «Ты не молодёжь!» «Ну, хватит!» «Типа, начни ещё снэпбэк, блядь, на бок носить!» «Говорит, йоу, деб, дебите, я не знаю, спиннер, блядь, купи спиннер, нахуй, давай уже, добей меня!» Они реально не вписываются в контекст времени. Когда Путин обсуждает интернет, ощущение, что у какого-то маленького школьника берут интервью в школе. До выборов. Бежу. Прямо после выборов. Путин официальный комментарий даёт. «Типа, в интернете очень много недостоверной информации». Я такой, ну, типа, да, ну, это правильная мысль. И следом, следом он говорит, вот, допустим, там есть фотография, где я сижу верхом на медведя. А я никогда не сидел верхом на медведя. Типа, он решил уточнить, он решил, блядь, официально уточнить эту хуйню. Вот, блядь, мне интересно, у них каждый раз собрание, когда они находят мемас? Типа, вбегает Песков и такой, блядь, Владимир Владимирович, я нашёл фотку, где у вас с кадровым лица поменены. Он такой, пиздец, Америка делает фейки, надо заявить официально. Серьёзно, блядь. Блядь, эти обыски в аэропортах, это всё, блядь, абсурднее и абсурднее. Это ноутбук? Да. Откройте его. Включите его. Запусти танчики. Типа, блядь. Танцуй, ёпта. Очень странно. Нет, ладно, хуй с ним, с ноутбуком я примерно понимаю, да, наверное, можно замаскировать бомбу под ноутбук. Недавно на контроле у меня из ручной клади вытащили мои маникюрные ножнички. И это сейчас не пидорский разгон. Это охуительная трагедия для каждого мужика. Объясню. Этой хуйнёй я умел стричь ногти, а больше никакой не умел. Типа, я с шести лет с этими блядскими ножничками. Я знаю каждый угол, каждый поворот, чтобы всё работало. У меня их забрали и, типа, ну, я пошёл покупать новые. Оказалось, что их там 50 видов, разные, блядь, углы из какие-то тонкие носики. Вот нельзя же, типа, в магазине подойти. А вот эту модель можно попробовать? Не, хуйня, типа, ты же не можешь тест-драйв, типа, ногтей устроить. Ты берёшь первый попавшийся, теперь мои ножницы, типа, на одной руке нормально стригут ногти, а на второй дело так, вэп, и отрывает его. И вот я просто не очень понимаю, отчего они пытаются обезопасить полёт, забирая у меня вот такие маленькие маникюрные ножнички. Типа, что я ёбнусь их полет и говорю, аааа, всем маникюр, блядь. Типа, отчего вы страхуетесь? Да даже если я ёбнусь и нападу на кого-то с этими ножницами, сколько ударов я должен сделать, чтобы причинить вред кому-то? Вот таких вот маленьких колток, типа, аааа, рейс захвачен. Типа, больше было бы опасности, если бы я бегал по рядам и такой, ааа, рейс под моим контролем, и отрезал бы, типа, пару банки от телефонов, типа, и всё-таки, ааа, 3%, блядь. Серьёзно, маникюрные ножницы. Хорошо, предположим, на моём рейсе действительно террорист. И он такой поднимает бомбу, говорит, значит так, рейс захвачен, вы все в моих заложниках, мы летим туда, куда я скажу. И предположим, как бы, мы смогли его обезвредить. Пассажиры там, стюарты. Остаётся бомба. И вот чем мне перерезать проводки, блядь? Вот чем нахуй мне подойти? Красный провод, знаю. Моими, блядь, новыми ножничками. Знаете, что будет? Типа, я не понимаю. Я скоро начну возить в ручной кладе просто плотный мешок с говном и гайками. Чтоб, когда я проходил через X-Ray, таможник такой, что это я такой? Пади разбери. Чтоб, когда он в перчатке открыл этот пакет, мял говно, думал, блядь, надо менять систему. Это неправильно. Что-то тут не так. Со мной недавно произошла ситуация, которая, на мой взгляд, охуенно иллюстрирует нашу ситуацию в стране. И я уверен, часть зала избежала этой участи, но часть меня охуенно поймёт. Короче, как-то раз я сел посрать и понял, что мой организм сделал настолько здоровую говёху, что я не могу её высрать жопой. Вы можете посмотреть, кто хлопает. Эти люди, блядь, знают, о чём я. Это не шутка про говно. Ну, на всякий случай. Это реальная ситуация. Мне, типа, 24 года, я 15 минут сижу дома один. У меня течёт пот рикой, и я не знаю, что мне делать. Я никогда не был в такой ситуации. Я такой, пиздец. Ощущение, ощущение, как будто маленький Индиана Джонс в желудке украл трофей, и за ним покатился валун. И вот Индиана выскочил, а валун нет. Он успел шляпу в конце вытащить, типа, в самый последний момент. Обтряхнул её. И я понял, что я реально оказался в ситуации, где мне, по ходу, придётся лезть туда рукой и разламывать говёху. А что ещё делать? Я никогда в жизни не трогал свой кал. Как-то получалось избегать. Всё, пиздец, с дебютом, нахуй. Ибо я просто поставлен в условия, в которых, ну, нет другого выхода. Я оказался в ситуации, когда было только три пути. Первое. Ждать, пока всё само собой как-нибудь не решится. Второе. Так и умереть. И третье. Исправить всё самому, но запачкать руки. И вот это точно, что происходит у нас в стране. Это точно, что происходит у нас в стране. Огромная говёха в маленьком очке. Видите, это не шутка про говно. Это остро-социальная сатира. Я... Я не долбоёб, я художник. Кстати, вы замечали, что в детстве невозможно обосраться без палева? Нет? Ну, ладно. Нет, я объясню, что я имею в виду. До того, как я пошёл в школу, я очень много играл во дворе и пил компота. Потому что я жил с бабушкой. И классическая ситуация. Думал, что будет пердёж. Эээ, ставка не сыграла. Заведение в выигрыше. Очень стандартная хрень. Выкидываю трусы, играю дальше. Но потом такой, стоп. Бабушка заметит, что я пришёл домой без трусов. Типа, невозможно эту хуйню протащить незамеченной. У нас инвентаризация каждый раз, когда я возвращаюсь. Я такой, блядь, что же делать? Знаете, какой я ход придумал? Я, короче, начал лазить по помойкам, собирать бутылки. Я сдал их, короче, и отработал стоимость трусов. Типа, я пришёл к бабуле, говорю, бабуль, трусов нет? Вот деньги. Типа, я такой, как бы, есть ситуация, надеюсь, вот эта сумма загладит, закроет вам рот. Я дал взятку за обсёр. А потом 20 лет проходит, я такой, ёб твою мать, так вот почему у меня были такие глаза? Ребёнка весь день нет дома. Он приходит домой грязный, без трусов, и такой, вот деньги пока. Как он? Как он их заработал? Откуда? Чем он занимается? У меня, кстати, начала развиваться клаустрофобия из-за осознания того, что я не могу съебать с планеты. Нет у вас такого? Типа, атмосфера давит у меня. В детстве все мои друзья мечтали стать космонавтами, а я мечтал увидеть космос. Это немножко другое. Ну, вот, типа, из-за того, что я мечтал увидеть космос, я теперь долблю. Потому что, ну, то есть, как бы, космос посмотреть всё ещё хочется, но торчать по полгода на орбите как-то, блядь, лень. Типа, да, это интересно, о, он космонавт, но на самом деле ты несколько лет готовишься, тебя крутят в такой хуйне, тебе плохо, потом тебя запускают на орбиту, ты охренительно перегружаешься. Один раз смотришь в иллюминатор, и ты такой, о, красиво. А потом ты шесть месяцев вертишься в невесомости, пытаешься посрать и ловишь своё говно пылесосом. Фум, фум, фум. Типа, не так романтично, да? Лень. Я настолько ленивый, что мне кажется, если бы меня взяли сниматься в порно, я бы был не главным героем, а тем чуваком, типа, который на кресле, на фоне сидит и мастурбирует на всё происходящее. Причём я бы даже дрочил не на них, я бы сам себе на уме такой, типа, сидел. Типа, а вы уже всё, ну, уходите, типа. Мужчины — очень странные существа. Девушки, поаплодируйте, кто считает, что мужики обожают женскую грудь. Ну, честно. Это пиздёж, дамочки. Я не пытаюсь сейчас, знаете, типа, да нам вообще не нравится. Нет, не в этом смысл. Я не пытаюсь занизить ожидания. Просто смотрите, какая фигня. Если мужик видит фотографию голой женщины, она очень ему нравится, она полностью голая, видно всю её грудь, но сосочек закрыт чёрным кружочком, мы себе места найти не можем. Мы такие, да, я видел миллион сосков, но именно этот, о, какой ты, хочется заглянуть за этот кружок. Это какая-то очень странная психологическая пытка, о которой догадались люди, которые делают стрип-клубы. Видели вот эти присоски на сосках с кисточками, типа, это же прям, блядь, как для котов хочется спить эту хуйню. Как будто штора мотается и типа, аааа. Это странное психологическое воздействие сосков. слышите музыченко это 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 юра музыченко я теперь отличаю этот блять кряхтящий старый смех который граничит с блевотой еще чуть-чуть и все пизда все кто под випами берегитесь лучше бы вы взяли зонт мне кажется юра так много бухает что его рвота она как у чужого типа она может растопить несколько рядов будьте аккуратней вот он мужики очень странные существа я как-то смотрел порнуху где девушка два мужика ведь я не сексист мне все равно кого сколько главное чтобы дружный коллектив короче схема простая девушка финальная сцена на коленях держится за два болта и пытается сделать красивый финал и прям в момент когда мужики на удивление синхронно начинает кончать она делает вот такую штуку и чуваки начинают кончать друг на друга и прям попадают и оператор такой нихуя себе отходят начинаете снимать а чуваки такие ну что теперь пидоры и вот у меня вопрос у меня вопрос вот где вот эта вот тонкая тонкая грань когда чисто формальное наличие женщины где-то неподалеку вдруг делает все не пидорством типа два чувака ебут друг другу в жопу тёлка такая подходит оп салочка все они не пидоры я же засалила типа чурнигей все у вас не было такое что вы смотрите типа абсолютно классическую порнуху вам все нравится и вдруг сюжет порно ни с того ни с сего делает какой-то неожиданный кульбит и теперь оно извращенское и вы теперь извращенец по инерции тоже нет ну продолжаем нет просто я объясню что у меня произошло гоняю писос на абсолютно нормальная порно все норм и вдруг типа кадр меняется на крупняк лица мужика и я такой но сейчас он поменяется но сейчас кадр поменяется сейчас он не меняется две минуты я такой классно здорово теперь я пидор заебись здорово просто фантастика нахуй исключительно из-за типа исключительно потому что мне было лень оторвать руку типа нажать стрелочку в бок когда девочка в воронеже крикнула в смысле оторвать руку а что ты делаешь второй они вообще не понимают да пацаны если вы не поняли эту шутку возвращайтесь через три года типа это не детский контент отпусти и забудь что там популярно у детей палец всегда мне был по душе пуруруру мне кажется секс в принципе главный мотиватор в жизни ну то есть принципе из-за него все движется потому что ну очень простой пример после того как ты потрахаешься ничего не хочется делать вообще ничего не хочется делать а до этого ты типа замотивированный мне кажется если типа совсем ну либо минут через пять после того как мы потрахаемся с моей девушкой она зайдет в комнату и скажет дай меня курьер в лицо ударил я скажу нахуй ты гавайскую все время заказываешь правда блять колбаса с ананасами скажи спасибо что он тебе не пристрелил времена меняются раньше информацию очень сложно было достать первый мой порно ролик мне передали через инфракрасный порт причем это была гифа ее так часто передавали друг другу школьники что эта херня просто превратилась в пиксели в мешанину из пикселей по моему там тигр трахает тёлку я такой ну наверное вот такое порно типа видимо это возбуждает людей сейчас все гораздо проще типа в этом плане сейчас для того чтобы увидеть шлюху на видео достаточно просто зайти на youtube перед выборами я честно признаюсь я пьяный я не помню какой дальше материал у меня очень большие проблемы с памятью ну типа у меня память реально как у рыбки не блять не как у насти рыбки не это пизда у неё феноменальная память имена даты геолокации просто фантастика сколько всякого помещается в голову этой дамы нет я у меня реально настолько хуёвая память что мне в какой-то момент начало казаться что у меня какие-то ранее формы альцгеймера бля охуенное было бы название для канала с летсплеями альцгеймер и и чувак каждый раз заливает прохождение первого уровня вновь привет сегодня мы впервые играем ух блять впервые лайк подписка на канал когда же он было бы охуенно но потом вдруг понял что это не моя проблема история с плохой памятью это в принципе проблема всего нашего поколения из-за интернета потому что ну вы не задумывались мы первое поколение у которого в день проходит столько информации типа через мозг и она самых разных точек мира самые крутые видосы самые крутые новости самые интересные шутки и это все фантастически впечатляет и такого никогда не было и мозг начинает фильтровать инфу и как бы отсекать менее впечатлительные вещи и вот у меня сейчас так все перестроилось в голове что я вот допустим помню мем где кот орет как мужик из порнухи но не помню день рождения матери типа мой мозг такой да спросишь ёпты в чем проблема вы же понимаете что мы в принципе мы первое поколение в истории у которого такая хуйня плане да история циклично все повторяется но нет никогда в истории человечества не было ничего подобного чтобы у нас каждую секунду в кармане был доступ к базе данных знаний всего человечества мы можем общаться друг с другом на расстоянии это допотопная телепатия благодаря этим технологиям я могу теперь ссориться со своей тёлкой в любой точке планеты это фантастика я недавно совершил самую главную ошибку в своей жизни я поставил полку для ноутбука напротив унитаза все пиздец жизнь кончилась типа нахуя выходить вай фай замечательный скорость прелестная хавать я жужжу на толчке зачем недавно был сыт все в порядке у меня все спрашивают дань почему у тебя такие синяки под глазами да блять как можно спать когда типа у тебя под рукой каждую секунду портал бесконечное море информации я недавно смотрел видео где чувак выпил кучу слабительного и заклеился жопу суперклеем вы правда предлагаете мне спать вместо этого лежать закрытыми глазами ахуенная альтернатива вот это да сколько еще таких сокровищ хранит в себе интернет знаете в чем проблема я всегда рассчитывал на интернет как на панацею для человечества я всегда думал что интернет поможет нам стать на новую ступеньку эволюции ну чё-то нихуя типа вместо развития и так далее какой-то невероятный регресс в умах людей вы заметили наши депутаты всерьез рассказывают о том что бюсты мироточат в 2018 году во всем мире всерьез начинает заново формироваться сообщество которое на полном серьезе считает что земля плоская и убеждает всех в этом и их доводы из разряда блять ну если шарик типа снизу стать ты упадешь это блять это мы откатываемся в средневековье это пиздец какой-то true story у нас в санкт-петербурге был открытый микрофон как-то раз вдруг мы сидим перед выступлением в гримёрке с комиками к нам заходит Наталья Бантеева ведьма из битвы экстрасенсов мы такие ебать наверное сегодня будет материал нихуёвый типа знаете ведьма такая слушайте у вас никогда такого не было варишь зелье с кровью девственница потом такой ах не девственница блять проебалась типа я-то на неё поставил а это пизда гулящая ух нет нет не я к ней подхожу говорю типа здрасте она просто такая привет Данила я такой когда я умру типа оказалось она меня знает и я говорю а вы сегодня типа выступаете нет я смотрю помещение на мероприятие на завтра Даня я слышал ты там типа с Милоновым зарубился я такой да есть есть такая тема у меня тоже есть история про Милонов я такой трави ведьма ёб ты нихуя себе весь во внимании и она мне рассказывает она говорит короче ни с того ни с сего Милонов в фейсбуке начал меня поливать говном и писать что я мразь меня надо сжечь и предать анафеме и говорит через пару дней его заблокировали за антиукраинские высказывания и говорит он подумал что это я его прокляла и такая и вот момент когда ведьма самая известная ведьма в стране делает ты вдруг четко осознаешь что она такая прикинь этот чувак думает что я колдунья и он депутат это пиздец вместо того чтобы люди просвещались благодаря интернету долбоёбам стало проще формироваться в сообщества блять вас полный зал ёб ты вас полный зал мы собрали ледовый это ли не главное я обожаю когда когда наше правительство вводит очередной закон который призван ограничить свободу слова они почти всегда делают вид что они пытаются защитить школьников от интернета но есть проблема я видеоблогер я вам с абсолютной точностью могу заявить что интернет не так опасен для школьников как школьники для интернета типа они абсолютно безумные у них просто нет я не знаю у них еще или уже никогда не появится инстинкт самосохранения вы видели кто выходит на митинги сейчас это пиздец одни школа троны они бегают такие они из за собибора перенесли мстителей на четыре дня типа они бешеные они они залазят на столбы такие нас заставляет учить божье слово в школе я правда думаю что школьники могут совершить только школьники могут совершить переворот в нашей стране типа прикиньте вокруг кремля стоят силовики с автоматами подходит просто школьник такой типа ты правда будешь стрелять в человека, который ебал твою мамку, и все, его нет, типа. А он внутри, он прорвался на территорию. А их армия, их типа целая армия. Я просто представляю, как куча школьников формируется в одного гигантского. Они, типа, разбивают окно в Кремле, заваливаются туда, валят Путина, и один из них такой, ааа, получай пизды, Путин. Зумат, извини. Я думаю, на них вся надежда. Школьники, ебать, какие опасные. Очень опасные. Я тут недавно подъебывал Ромуэл и Спейлил Пипа за то, что они померли, и как-то на меня все обозлились. Просто смотрите, у меня очень простая политика. Мне правда кажется, что если человек всю свою сознательную жизнь упарывается всем, чем только может, ему насрать на жизнь, он везде это публично, типа, показывает, демонстративно ведет себя так, как будто ему насрать на жизнь, его каждый раз после того, как откачивают после очередного Бет-трипа, и говорят ему, чувак, еще раз такой, и ты умрешь, и он все равно это делает, и в итоге умирает от наркотиков, очень странно в итоге получать реакцию, типа, как неожиданно ушел, такой молодой, в самом расцвете сил, ох, ничего ведь не предвещало беды. Мне многие писали, да, а что если они просто, если у них была депрессия, и они пытались его таким, типа, макаром заглушить? А что если нет? Что если они просто разбалованные уебки, которые хотели ебать телок и кучу денег, чтобы можно было покупать наркотики и не париться, и стали суперзвездами из-за этого? Что если они сделали так, что даже то дело, которое приносит им бабки, тешит их эго? Типа, и мне вообще не жалко их. Знаете почему? Потому что я абсолютно такой же. И вот насколько мне не жалко, типа, себя, мне не жалко их, поймите. Творчество не становится лучше после того, как артист умирает. Это не так работает. Если я прямо сейчас умру, нам не станет смешнее. В определенный момент это будет охуительным ходом. Типа, знаете, блядь, столько лет бухаю, вообще никаких проблем. И все такие. А, он, он типа сдох. Он что, реально умер? Ебать, ради такой хуёвой шутки. Он гений. Это фантастика. Отбил билет полностью. Мне похуй, я могу их подъёбывать. Чё, чё они мне сделают? Тем более, я недавно прочёл в National Geographic статью, и учёные всего мира всерьёз считают, что все рыжие на планете Земля исчезнут к 2060 году. Хули вы хлопаете, блядь? Что, что, почему ты радуешься? Я не понимаю. Типа, чё это за хуня? У меня вот вопросик, нахуй. Что они собрались делать с нами в 59-м? Или они, типа, спойлерят геноцид? И две девчонки в первых рядах такие, блядь, спалилась, сука, фальстарт. Пока мы не можем радоваться, что они умирают. Интернет — это гигантский, типа, эксперимент, и никто не знает, чем, что он исследует. Каждые пять лет интернет подкидывает какую-то новую херню, о которой никто не догадывался. Когда куча людей одновременно существует в одном информативном пространстве, это всегда... всегда чревато неожиданными последствиями. Вы в курсе, что вы убили мою любимую порно-актрису? Ну, блядь, не конкретно вы, типа, метафорические пользователи интернета. Ну, может быть, кстати, кто-то из вас... Вы слышали про Огаст Эймс? Вы слышали? Очень четкий групповой ответ мужиков сбоку. Да! Очень маленькая локация людей. Да, чувак. Очень басовое такое. Да. Все мои друзья. Если вы вдруг не в теме, Огаст Эймс — это знаменитая зарубежная актриса, порно-актриса. И в начале этого года она отказалась сниматься в одном порно-ролике с геем, потому что испугалась, что может что-то от него подцепить. И мировая общественность взбудоражилась и начала ее за это обвинять. И вот это тот момент, когда чрезмерная толерантность превратилась в оружие. Ей реально начали писать люди, которые, ну, из лучших побуждений, ну и начали писать вещи из разряда типа «Как ты могла обидеть так сильно этого гея? Ебучая ты, тварь, умри!» И вот для каждого из этих людей, которые просто пытались повысить свою самооценку за счет чужой ошибки, это, ну, типа, каждый твит, каждый комментарий — это было просто, ну, песчинка в море. А для нее это был огромный ком, который снес ее. Она в итоге не выдержала и убила себя. В этом году. И она это сделала не из-за четырех твитов, знаете. Просто в какой-то момент ей начало казаться, что абсолютно все люди, которые знают о ее существовании, ненавидят ее. И она не выдержала. И вот у меня точно такая же ситуация. Я отказался сниматься в ролике с геем, и... Нет, ладно. Я хотел о другом. Просто весь этот зал — это мой смертный контракт. Ну, по факту. То есть, да, как бы, мы с вами типа на одной волне, шутим, смеемся, ну, кроме мамаш, которые привели своих детей. «Это что за пиздец? Путина он не любит, блядь! Ты еще скажешь, ты в Бога не веришь!» Эх, сбегаю за бухлом. Нет, я немножко про другое. Второе. С ней же произошла эта ситуация исключительно потому, что слишком много взглядов было к ней приковано. И у меня тоже такая фигня. Раньше мне с рук сходили вообще фантастические вещи. Сейчас я пержу себя дома, и на следующий день Соловьев обсуждает это в прямом эфире. И это пиздец. Я позволил себе на эмоциях предположить, что нашему правительству немного выгодно скрывать настоящее число погибших в Кемерово. Я просто твитнул об этом. Типа, может быть, их больше. На следующий же день Соловьев такой «Поперечный танцует на трупах детей!» Он «Веселый хайп на гостях!» Он начал писать мне в твиттер, типа, писать «Как тебе не стыдно?» Я ответил ему. Я такой «Вова, ничего не могу понять. Полный рот хуев. Выблюни, пожалуйста». Он меня забанил. Он забанил меня. Но перед тем, как он меня забанил, он такой «Так ты любишь хуи сосать?» Типа, он меня подъебал моей же подъебкой. Типа, знаете, обескураживающая такая херня, как в школе такой «Слышь, долбоёб!» И чувак ворочится такой «Слышь, долбоёбый ты такой?» Типа, у тебя просто рушится сценарий. Так, бля, я не понимаю, как реагировать на это. Как дальше разговоры вести? Как будто он это начал? Или типа «Эй, это вообще-то моя приколюха была?» И я думал, как бы, на этом всё. На следующий день на его YouTube-канале официальном выходит его подкаст, я не знаю, как это назвать. Вот это шоу, где он сидит в радиорубке какой-то с бедной женщиной, которая выслушивает его этот понос. Типа, он же ведь не отрывает... Он как змея, он не отрывает от неё взгляд, а он просто смотрит на неё и такой «Дети коррупционеров, 2%, либерасты, ублюдки!» И она даже не отвечает ему, она просто такая «Блядь!» «Вова, я уже 2 часа на тебя не смотрю! Отвернись, блядь!» Мне кажется, у неё, знаете, как у водителей фур со стороны Соловьёва больше морщин, чем вот с этой, типа, потому что слишком много, блядь, злобной энергетики идёт. И вдруг он в этом своём шоу начинает говорить обо мне. Он такой, типа, «Поперечный, ха!» «Да он матерится как гей!» Я такой «Стоп, нахуй, пауза!» «Что? Матерится как гей?» «Во-первых, блядь, что значит материться как гей?» «Типа, что это у меня за отдельный лексикон такой?» «Во-вторых, откуда ты знаешь, как матерятся пидоры?» «Старый еблан!» «Типа, ты что-то скрываешь под своим чёрным камзолом?» Ну что, он дальше просто входит в раж такой «Стендап комик?» «А ты никакие буквы не перебуду в слове «комик»?» «Такой, типа, «Ебаня, сострил, блядь!» «Стендап комик!» «Поняли, поняли?» «Я здесь до вторника, блядь!» И дальше вот, типа, сравните Я подъебал Соловьёва Когда написал, что у него куча хуёв во рту Не за то, что он любит хуи во рту А из-за того, что он пропагандист И у него нет своего мнения Он просто марионетка Ну, это такая метафора Она, правда, завязана на письках Но это мой уровень развития, извините Вы, блядь, тоже знаете Вы не можете меня осуждать Вы купили билеты на эту хуйню А В ответ на это Соловьёв Говорит следующее Он такой «Да этот поперечный, он бездарь, он никто Он пирожок с ничем» Я такой «Перемотать пирожок с ничем» Я такой «Блядь! Правда? Серьёзно, пирожок с ничем? Ты думаешь, что это должно быть обидно? Ёб твою мать! У вас что, один гострайтер с Жириновским Чёрная грязь и пирожок с ничем? Что это за обзывательство такое? Пирожок с ничем, правда? Соловьёв, да я так, блядь, свой следующий стендап назову, ёптать! Охуяное название? Пирожок с ничем В вашем городе Блядь, даже не обидно Но вот и проблема в том, что даже если сейчас такая хуйня происходит Как бы Рано или поздно Я как-нибудь охуянно оступлюсь Я отвечаю Очень много ситуаций Типа люди любят шоу Люди любят, когда у тех, за кем они следят Происходит что-то интересное И пускай это пиздец Несколько раз вначале голос объявил, что нельзя снимать Я все равно вижу людей, которые такие Да похуй, выложу Типа я Вы же должны понимать, что за любую фразу Сказанную на этом стендапе Выложенную в интернет Я могу сесть Реально могу сесть Вы должны ценить меня Единственный человек в стране Который может ездить и пиздеть такую хуйню со сцены Типа Пока что, блядь, пока что Или вы такие, типа Да похуй, выйдет, смешнее, спешл будет Типа такая логика Мне кажется, насколько надо быть бездарным комиком Чтоб, типа, шесть лет отсидеть в тюрьме И вытеснули он нового материала Типа Вообще ничего не придумал Как-то, знаете, занят был немного Голова другим была забита Не, я уверен, я однажды как-нибудь охуенно оступлюсь Я не знаю, я напьюсь и как-нибудь криво подкачу к кому-нибудь Меня начнут обвинять в харассменте Или я не знаю Даже более простой пример Какой-нибудь Маленький мальчик Начнет писать мне в директ Я даже Видите, мне даже не нужно продолжать Вы уже сами все поняли Типа И Обидится на то, что я ему не отвечаю И начнет форсить историю про то, что я его Ну, допустим, выебал И вот Сначала все будет насрать на эту историю А потом к ней подключатся всякие сумасшедшие пропагандисты Депутаты и правозащитники Которые меня ненавидят И начнет в прайм-тайм Типа По самым главным каналам страны показывать Типа Вот, посмотрите Этот сумасшедший ублюдок Все еще на свободе И там будут пускать нарезку из всех моих стендапов Где очень удобно нарезаны моменты Где я такой Ебать детей Вот такая тема По росту подходит Рот маленький Значит, болтать не будет Ближнего Класс Всем советую Вот так вот У кого-нибудь будут вообще вопросы Да, сначала моя аудитория будет писать Да он прикалывается Потом такие Блядь, а может он правда не прикалывался Меня начнут травить Везде, блядь, преследовать Гнобить Начнут Снимать С дронов Мое окно моего дома Где В одних трусах хожу по квартире И потом в эти видосы Втречивать очень плохо Типа 3D модельки Пиздюков Которые от меня убегают Типа И показывать это по России 24 Знаете В прайм тайм Ну я кажется Даже моя бабушка бы купилась На такую хуйню Типа Старики с хуевым зрением Это же главная публика Типа пропагандистских каналов Они реально недавно показали Ну как Типа какое-то время назад В репортаже про Сирию Кадры из Ассасинскрита Это пиздец Типа Как вы можете видеть Вот этот чувак в капюшоне Это наш агент И там сидит Типа Синхронится блять Виктор Иванов Я уверен Что рано или поздно Меня так затравит Что мне придется Типа Скрываться Делать пластическую операцию Менять цвет кожи Потому что Всем будет насрать На то что я говорил Об этом в одном из своих стендапов Все будут думать Что ой Ну он просто пытался Себе жопу прикрыть И однажды Я уверен У меня Рано или поздно Отпустятся руки Серьезно Чтобы взять голову Этого пиздюка И пока у меня стоит Член от Виагры Выбать его как следует Пока он блять Под наркотиками Которые я ему подсыпал Потому что он не узнал меня Ведь он Помнит меня старого Не с новой внешностью И когда пиздюк Начнет приходить в себя Я подниму голову Такой Дядя кто вы Я скажу Узнаешь сука И выпрыгнул в окно И когда пиздюк Начнет сходить с ума Я такой Блять Это правда произошло Ебаный в рот Побежит во всем СМИ И во всем телеканалам Говорит В этот раз Поперечный Правда меня выебал То есть в тот раз Тоже правда Ааа И все-таки Ага пиздобол Я превращу его в мальчика Который кричал волки И когда все поймут Что этот шипзик Просто хотел внимания Я уже перешью Свой ебальник обратно Чуть правнее И выду блистать на сцену Мораль Мораль такая Не пишите мне пожалуйста Хуевый комментарий Че за хуйня Вы же не хотите Чтобы на вашей ответственности Было то что я выебу Ребенка в рот Правильно Блять Надеюсь Эта нарезку тоже вставит Типа В прайм тайм Россия 24 У нас в первом городе Приехала полиция В первом городе тура Я даже не успел выступить А я такие Поперечный Мы такие Все нормально Не будет оскорбления Чувствующих А ну нам так-то нравится Я вот просто представляю Насколько сейчас Охуенно странно Себе чувствуют люди Которые не знают Кто я такой Они впервые Случайно на моем выступлении Они такие Кого? Он шутит Про еблю детей Вы все смеетесь Типа Вы что ебанутые Алло полиция В смысле он вам нравится Типа Я охуенно устроился Я Я очень комфортно Пристроен со всех сторон Ой ладно Давайте поговорим Про какую-нибудь Более позитивную тему А феминистки Блядь В каждом городе Находятся типа Телки А я говорю Феминистки Они такие Эти дуры борются За мои права Типа Вы что ебанутые Феминизм это правильно Равноправие Это охуенно Типа Это то за что Мы должны Действительно Сражаться все Рука об руку Но Как и в любой Группе людей Объединенных Одной идеей Находятся Долбоебы Феминистки Не стали исключением Объясню Вы знаете Что такое лукизм Это типа Когда ты судишь По внешности И вот Очень многие Феминистки Протестуют Против Лукизма Типа В рекламе Они такие Типа Блядь Как эти модели Так охуенно Могут выглядеть На журналах На всех этих Постерах Они не должны Так выглядеть Типа Феминистки Думают Что эти люди Так охуенно Выглядят Просто Чтобы подъебать Феминисток Так типа Смотри Какая У меня здесь Вот так А у тебя Вот так Вот Феминистка Блин Весь день Мне сука Испортила Пойду подмышку Перекрашивать Теперь Какого хуя И вот Они кричат О том Что Эти Они задают Нереалистичные Стандарты Внешности Для женщин Кто Другие Женщины Ебать Они же Так выглядят Не потому Что они Генномодифицированные Уроды Типа Которых В пробирках Типа Делают Типа Давай Миссисочку Еще одну Талию Банка С жопами Вот сюда Идет Бля Все Посмотрим Что будет Февральская Обложка Эти же люди Так выглядят Не потому Что они Типа Три года Просто Ленятся Сидят дома Смотрят Сериалы На медиатеке Такие Хули Это медиатека На кубика В кубе Развоебывалась И жрут Читас А потом Правильно Когда мы Превозносим Людей Которые Выглядят Как греческие Боги Блядь В нашей Культуре Это же Заставляет Стремиться Нас К лучшему Это же Не то Что Типа Ебать Гляди Она Красивая Вот ты Урод Не в этом Же смысл Я просто Как мужик Прекрасно Понимаю Ваше Негодование Дамочки Абсолютно Все мужики Как вы могли Заметить В всяких Фильмах Сериалах Абсолютно Везде Все накачаны Блядь Даже в рекламе Ставок на спорт Есть охуенно Накачанный мужик Думаешь Это пресс Вот это пресс Видели эту хуйню Типа И выходит Чувак С охренительными Кубиками И пляшивый Долбоеб С пачкой денег Вот это пресс Нет У того Чувака Пресс Он может Просто Напрячь Мышцу Члена И сбить Тебя И забрать Деньги Чувак Крис Пратт Был моим Любим Рыжим Жирным Пердуном Из сериала Что С ним Сделали Марвел Я пришел На первых Стражей Галактики Он снимает Футболку Я такой Ну вот и как Теперь себя Ассоциировать С этим персонажем Типа Это пиздец И у всех У них Есть вот эти Сумасшедшие мышцы Вот здесь Вот такие Вот у ног И телки Восторг Моя девушка В восторге От этих мышц А я не знаю Как их накачать Вот что за упражнение Я должен делать Типа Класть сюда Гантелью Делать Вот так Вот очень долго Или крутить охуенно тяжелый хула-хуп Я не понимаю Единственное Что у меня Вот здесь вот есть Это короче Морщина Поперек живота Потому что Я сижу постоянно Вы не понимаете Масштаб Типа трагедии Это Мягкий кусок Жира На котором Появилась Линия сгиба Блять Мой организм такой Ну пусть в одном и том же месте Сгибается Сделаем четкую линию Типа Я превращаюсь в раскладушку И естественно Естественно Меня типа Подстегивает Когда я вижу Типа Что сделал с собой Крис Прат Я такой Блять Наверное надо Начать заниматься Я когда раз зашел В паблик Бодипозитив Нихуя позитивного Знаете ли Типа Они вообще Помнят что значит Слово позитив Или они рассчитывают Что ты посмотришь На кровавую прокладку И на окрашенную подмуху И такой Весь день заебись Прям Зарелился Охуенно Ох Как кофейку въебал Класс Эти люди действительно Думают что люди Воротят нос От кровавых прокладок И от месячных Потому что у нас Патриархат Нет девочки Потому что это густая кровь Из пизды Раз в месяц А не потому что у нас Патриархат Я с тем же успехом Могу зарегистрировать Паблик в ВК Где буду выкладывать Своё говно Типа фотографии С хэштегом Что естественно То не безобразно Обмазываться им Типа Смотри какой Специально для вас Не переварил орешек Типа Борюсь за права Типа Это же пиздец Это просто гигиена Это же просто гигиена Причём ладно Окей С феминистками Никаких проблем Мне нравятся феминистки Но вот радикальные феминистки Оооо Это Это абсолютно другая хуйня Это Абсолютно другой вид людей Нет Женщин А они даже типа Они отдельно Они вообще отдельно Которые всерьёз считают Что обратного сексизма Не существует Но начинают ненавидеть тебя Как только понимают Что ты мужик Они могут тусоваться С тобой несколько дней Просто думая Что ты мужиковатая Лесби подруга Они такие Это что пиани Спермодонор Пошёл вон Хуи мразь И вот Эти люди Не борются за Справедливость О нет Они пытаются Отомстить мужикам За патриархат Это абсолютно Другая хуйня Им не хочется Восстановить Равные права Им просто тоже Хочется попробовать И они абсолютно Они такие И злые Что они сами С собой не в ладах Часть из них Говорит Мы должны называть Женщин Которые рисуют Картины Художник А не художница Потому что Не должно быть Гентерного Окрашивания Этого слова Часть из них Говорит Нихуя подобного Я художница А не художник Потому что Я хочу Чтоб все знали Что я женщина Которая рисует Картины Они сами С собой Не могут договориться А знаете почему? Бабы И да В зависимости от того Какой набор колбас У тебя в трусах Никогда в жизни Это так не работало Типа Это что пизда? Респект Охуенная тема Отбей Прям пиздой отбей Да Прикольно И как в вилсаком Идешь такой Вот это они Как напридумывали Всякого Могут Когда захотят По красоте Китайцы Напридумывали Я даже не могу Обвинять Радикальных феминистов В своей позиции По очень простой причине Потому что Мужики Нихуя не помогают Ситуации Серьезно У кого-то Сигнализация включилась Что за хуйня Типа Что за хрень Кто-то Другой, а ты в порядке? Просто я услышу А оказывается Кто-то получает удовольствие От шоу Извините Все хорошо? Давайте Надо начать Знаете Хуйню делать Как задор Тихо Тихо Ща будет вообще Пиздец Тихо Я к тому Что невозможно Злиться на радикальных Феминисток Потому что Абсолютно понятно Что Мужики Во-первых Не помогают Ситуации Во-вторых Даже наше правительство Делает все возможное Чтоб женщины Чувствовали себя Мокрым местом В нашей стране Они недавно Декриминализировали Домашнее насилие Слышали об этой хуйне? Очень зря Теперь ты можешь Дать в ебальник Своей женщине Заплатить Пять тысяч И ты в порядке И вот Еее Я говорю Мой папа что ли Пришел Какого хуя? Еее Солист металлики Такой А извините Я просто Всегда так делаю Это охуенно Типа знаете Показывает То В принципе В чем смысл Нашего правительства И кто там сидит Типа Вместо того Чтобы знаете Запретить Избивать своих жен Даже правительство Придумывало Как на этом Можно подзаработать Типа они ввели Налог на Пиздюливание жены Как вам такая хуйня? И это типа пиздец Я вот Прекрасно понимаю Своё привилегированное Положение На данный момент У меня микрофон Я собрал Типа Большущий стадион Вы все меня слушаете Я хочу Очень серьезно И честно заявить Так Вне шоу Я Твердо уверен Что мужик Не должен бить женщину И я настаиваю на этом Серьезно Это моя позиция Год назад Я впервые Въебал своей девушке Я Этим не горжусь Короче Вот как Было дело Мы с ней баловались Кувыркались на кровати Все дела И Вдруг она на меня запрыгнула Сверху И начала кусать меня за плечо А у нее снизу Зубы кривоватые Пиздец Блять Больно Охуеть можно Она как гарпия вцепилась, блядь, прям, ну, она еще меры не знает. И она вскакивает такая, хы-ы-ы. И вот я хотел взять ее вот так вот за лицо и сбросить с себя на подушке. Я чутка не рассчитал, и получилось такое прям увесистое, бам! Она соскочила, лежит, смеется, и я поднимаю ее лицо, понимаю, блядь, она не смеется. Я два месяца, два месяца молил ее просто о прощении. И не потому, что она все два месяца хотела, такая, все, блядь, мы с тобой не разговариваем. Она меня сразу простила. Просто, когда я увидел ее глаза, я понял, что в ее глазах я сейчас предал абсолютно всех мужиков. Я типа два месяца молил ее о прощении, что типа обещал, что такого никогда в жизни не будет. Через три месяца. Не, на самом деле, просто после того, как ситуация более-менее утихла, теперь каждый раз, когда мы ссорились, я такой, значит так, помнишь, нахуй, мы баловались, ебтые? И тебе немного пиздятины прилетело. Вот. Я ни на что не намекаю, но я сейчас могу закрыть глаза, начать всякое вытворять, и ты можешь указаться в поле. Типа я пытаюсь напугать ее случайностью, которую никогда не повторю. Типа у меня тогда-то глазомер был пиздец, сейчас я вообще нихуя не отсекаю, дорогая. Слушайте, я так-то подумал, ну типа нельзя бить женщину свою. То есть, какого хера это распространяется на всех остальных? Ну то есть, вот простая ситуация. Ты сидишь в парке с ноутбуком, и цыганка выхватывает у тебя ноутбук. Че ты будешь, блядь, бежать с ней с одной скоростью и говорить, гражданочка, ну давайте поговорим, че за хуйня, это моя собственность. Нет, ебашешь ей по темечку, чтоб пизда потеряла равновесие. Забираешь свою собственность, она не дама, она вор в данную секунду. Или, ну вот, допустим, такая ситуация, когда, ну, невозможно без рукоприкладства. Смотрите, ваша жена беременна, у вас мало денег и... Все? О, то есть, я прям вижу часть зала, которая, бля... Типа, то есть, ебать детей вы со мной на одной волне, нахуй, а вот ударить по эмбриону, да, не это пиздец. Вот это ты перегнул, типа, я, очевидно же, я что... Я разгоняю, так нельзя делать, конечно же, так нельзя делать. Мой адвокат иногда просит повторять мне эту хуйню, типа... Так нельзя делать. Естественно, можно бить женщину во время секса. Типа, ты трахаешься с ней, такой, мне, блядь, вообще не нравится, получай, нахуй, блядь. О, синяки, прикольный цвет, блядь. У нас с моей девушкой есть стоп-слово в наших сексуальных играх. Ну, на случай, если вдруг наши шалости зашли куда-то не туда, и ей неприятно, у нее есть стоп-слово. И оно звучит как... Ай, блядь, Даня, ну охуенно, спасибо, блядь. Я такой, о? Стоп-слово. Типа, серьезно, блядь, стоп-слово, че это за хуйня? Типа, человеку больно, и вместо того, чтобы сказать, стой, прекрати, мне больно, ты должен, типа, а, на нас? Типа, какого? Мы че, че это за... Что за конспирация? Типа, девушка давится членом, но чтоб все прекратилось, ей надо выговорить, о, возвращение на родину, 47, блядь, ржавые, типа, правда, мы шпионы? Ку хрена. Она как-то раз затащила меня в кинотеатр на фильм «Жена смотрителя зоопарка». И прямо перед началом фильма в кинотеатре огромный дисклеймер такой, типа, внимание, курение может навредить вашему здоровью. И весь оставшийся фильм эсэсовцы хуярят евреев. И я такой, типа, правда, блядь, вы вот так вот распределили приоритеты? Они, правда, переживают, что гораздо большая проблема, если ребенок посмотрит этот фильм и станет курящим нацистом, а не просто нацистом. Типа, папа, смотри, какая охуенная зажигалка у этого дяди. Почему дядя с пейсами горит? Я реально весь фильм ждал, типа, сцены, где эсэсовец стоит с сигаретой возле газовой камеры. И из газовой камеры выглядывают евреи, такой, «Чувак, можешь потушить по-братски? Пиздец, у меня аллергия на табачный дым! Просто невозможно, блядь, здесь находиться!» Блядь, курение может навредить вам. Блядь, Гитлер мог вам навредить. Типа, вот это было бы охуенно. Гитлер вполне мог бы навредить вам. Просто пускать такой дисклеймер. Перед фильмом про Вторую мировую войну — это все равно, что вешать табличку «Осторожно, ступенька» перед входом в газовую камеру. Типа, «Аккуратнее, еврей, смотри, не расшибись раньше времени!» «Не страховой случай!» Обычно в этот момент выступления сзади меня все становится красным и появляется охуенно гигантская свастика. И я такой, «Вот, смотрите, ничего страшного! Ой, а можно проектор сделать чуть потише?» И вот как бы люди начали выкладывать фотки. Где я стою на фоне свастики, у меня поднята рука, и все смеются, блядь! Хорошо проводят время! И вот... Теперь этого нет в выступлении. Я как бы пытался страховаться. Я типа не зигую, потому что это надо делать правую руку. Я поднимаю левую, но есть у меня подозрение, что следователь, который захочет меня посадить за эту хуйню, которому попадет фотография, вряд ли будет сценарий. Типа, он такой, «Ага, есть фотка!» Бля, левая рука, что ли? Не, нихуя, я сегодня пришел на работу не просто так, я что-нибудь придумаю. О! Отзеркали фотку по горизонтали! Ха! Бля, теперь это калаврат! Ма-а-а! Поперечный! Однажды! А что, если бы Иисус обиделся... Ну, типа... Что, если бы Иисус подобиделся на евреев и поэтому не остановил Гитлера? Ну, типа... Такой, «Ну, а что вы меня убили?» Вот теперь расхлебывайте эту хуйню. Газовые камеры, это ту мач. Блядь, вы меня к доске прибили, у меня руки не заживают до сих пор! Слушайте, мы прекрасно... Ну, типа, раз уж мы зашли на эту тему... Религия, о-о-о, надо быть осторожней! Поаплодируйте те, кто всерьез считает, что аборт — это убийство. Я обещаю, что не буду вас подъебывать. Просто похлопайте, кто так думает. Да, спасибо за вашу позицию. Я ее даже в какой-то степени понимаю. Типа, у плода, возможно, уже есть душа, осознание. Ну, тогда такой вопрос. Считается ли, если происходит выкидыш, что пиздюк сознательно самоубился? Типа... Он пару недель поплавал у вас в брюхе, послушал, какую хуйню вы обсуждаете с подружками. Типа, в новом сезоне «Холостяка» Егор Крит. Он такой, «До свидания, блядь!» Буйк! Я... Ни секунды больше, блядь. Я погуглил, у нас фантастически херовая статистика в России касательно выкидышей. И мне кажется, это потому, что когда у эмбриона появляется, типа, формируется ушной канал, он такой, типа, «Что? Это что, русский? Я что, в России рожусь? Отмена! Отмена! Аборт!» Типа, пытается ночью вылезти из пизды по поповине, как по канату. Он такой, «Ааа, всё, я съёбываю! Блядь, я пристёгнут! Аааа!» Придётся обратно. Так, ладно. Надо как-то эту хуйню оторвать или... «Ааа, у меня нет зубов, блядь!» Начинает психовать. И мама такая, «Потрогай, он пинается прямо вот здесь. Да. Вот туда, ниже чуть-чуть. Эмбрион такой, «Так, сука, так, ладно, я же русский, наверное, у меня есть вот эта стереотипная смекалочка. Что же делать? Что же...» «Ха, знаете чё? Меня вот чё интересует. В православной вере самоубийство считается самым главным грехом. А младенцы безгрешны. Не кажется ли вам, что это какая-то охуенная юридическая лазеечка? Ибо мы же все прекрасно понимаем сейчас, что современная церковь — это ООО. Блядь, ну типа компания. Церковь — ОООО. Церковь — ООО. Компания. И ИП, и Эшуа. У них есть свой отдел по маркетингу, по пиар-отделу. У них есть свой мерч. Но что если церковь с самого начала ее сотворения изначально задумывалась как компания? Объясню. Я недавно перечитывал заповеди. Вот так выглядит мой досуг, блядь. Ибо я такой, не упоминай имя Господа в суе. И я такой, господи, 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 господи. Господи, смотри, я в суе. Ибо я пытаюсь набрать как можно больше количества, ну типа очков грехов, которые не опасны. Просто на случай, знаете, если вдруг я ошибаюсь и загробная жизнь все-таки есть, чтобы мне было это уроком. Типа я попадаю в ад и дьявол такой, это пятюля, братан. Это охуенно. Да, пошли вариться нахуй в котле. И Гитлер с Саддамом Хусейном такие. Кто это? У него какой-то охуенный рейтинг. И Саддам Хусейн такой. О, он в России про Путина и церковь шутил. И Гитлер такой, пойдем отсюда нахуй. Он ебнутый. Не-не-не-не-не. Он чеканутый. Короче, я перечитывал наши заповеди, вот эти классические, которые не убей, не укради. И вы в курсе, что в наших заповедях нет заповеди не солги. Да, у нас есть заповедь «Не оклеветай», но о чистейшем пиздежении слова. Вам не кажется это охуительно? Такое ощущение, что Богу Ветхий Завет и заповеди помогал писать не писарь, а какой-то охуительно ушлый адвокат. Такой типа, слушай, формально мы не нарушаем условия собственного договора, когда говорим, что ты высшее существо Андрей. Типа, не оклеветай эту заповедь, а не пизди, все в порядке. То есть любой чувак выходит такой, я создал всех вас. И первый же встречный отвечает ему, слушай, кажется, ты пиздобыл. И он такой, ах, клеветник на голову, его убивает. Это какие-то охуенные и удобные условия. А что если, типа, что если за Иисусом ходили не его последователи, а куча юристов, которые записывали за ним, что он говорит? Типа, блядь, Иисус, ты не можешь говорить такие вещи про власть. Да, это правильные мысли, но, ёптую мать, Понтипилат, на четвертый срок идет, о чем ты нахуй думаешь? Блядь, я разорюсь на адвокатах, это пиздец. Я просто прикидываю, насколько мне это обойдется, каждая фраза, у меня в голове счетчик. Оскорбление чувства верующих. Педофилия. Я, короче, уже год живу за чертой бедности. С другой стороны. И знаете что? Я нихуя не счастлив. И проблема в том, что это была моя последняя надежда. Типа, бабло. Да, естественно. И, естественно, я все время, я очень часто слышал фразу, ой, не в деньгах счастье. Ну, знаете, блядь, хотелось попробовать. Особенно, как бы, подозрение закрадывается, когда смотришь на наших жирных депутатов, которые, когда застегивают верхнюю пуговичку на костюме, выглядят как игрушка антистресс, которую вот так вот, блядь, сжали нахуй. Вот у них в глазах нет грусти. И они охуенно богатые. И просто, естественно, я не настолько тупой, чтобы думать, что просто финансовое благополучие сделает меня счастливым. Я думал, что это сработает, знаете, каким макаром? Что ощущение того, что я могу обеспечивать своих близких всем, чем захочу, сделает мое ощущение, типа, чуть лучше. Нихуя не сработало. Даже больше вам скажу. Благотворительность тоже нихуя не работает в этом плане. Я нигде об этом не писал, но процент с каждого билета в этом туре ведет на благотворительность. Мы реально, типа, не-не, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-сука, нахуй. Я сейчас не пытаюсь играть в праведника, типа, смотрите, я благо... Я мессия, нахуй. Не, я эту хуйню рассказываю по другим причинам. Мы часть билетов отдаем в компанию, которая разрабатывает новые детские протезы, типа, ну, кибернетические. И вот проблема в том, что, во-первых, даже такой уровень благотворительности нихуя не спасает. Знаете, когда ты чистейшая хуйня, ты типа заработал денег и отдал их нуждающимся, тебе не становится от этого лучше. Во-вторых, посреди тура я понял, что я худший человек для подобного рода благотворительности. Ибо, мальчик, у тебя нет ручки? Иди к Дане. Данька, почини. Из какого материала ты хочешь себе ладошку? Блядь, если бы у меня вообще не было конечностей, ко мне подошла мама и сказала, Дань, там поперечный раздает ноги, я бы такой, и руки. Я бы такой, не, знаешь ли, бля, как не Квучич буду тусоваться, не, в пизду. Поперечный, я туда не ногой. Слишком рисковое дерьмо. У меня охуительно гигантское эго. И все оно заполнено самобичеванием. Типа, и ненавистью к себе. Знаете, я как Николай Соболев из альтернативной реальности. Типа, я из негативной зоны. И недавно я подбавил масла в огонь. Я ненавижу клоунов, я их, типа, боюсь. И вдруг я понял, что... Блядь, ребят, не знаю, хули вы радуетесь. Хлопки их привлекают. Я недавно понял, что я сам стал клоуном. Типа, ну, я пляшу перед вами, вы все смеетесь, у меня рыжие волосы, блядь, красный нос от бухла. Я клоун! И я себя таким лицемером почувствовал. Но потом я такой, блядь, я не лицемер. Я Бэтмен. Я стал тем, кого я боялся. Блядь, было бы так круто, если бы Брюс Уэйн боялся не летучих мышей, а клоунов. Типа, у него убивают родители, проходит 20 с лишним лет. Он держит какого-то бандита за грудки, такой, говори! Два бандита пытаются обменять героин под мостом на деньги. И такие, блядь, давай быстрее, сука, пока он не появился. И на фоне... Бля, он уже здесь, быстрее! И выходит чувак в огромных крашеных басмаках, такой, типа... Я страх! За ним гонится полиция, такие... Мы приследуем его. Он едет по третьему меню. На чем он передвигается. И чувак на уницикле с палкой такой, типа, блядь... Съебывает от них, балансирует. Потом запрыгивает на какое-то, типа, здание. В этот город погряз в слезах. Было бы так здорово! Причем, вы же понимаете, что не было бы Джокера? Ну, типа, как бы выглядела их встреча? Походил Джокер и такой... Че это ты такой серьезный? Я не могу. Мы, кстати, должны были выступать не в Ледовом дворце изначально, а в Декалин Совета. Многие из вас могли знать это, потому что их пересадили, блядь, по-другому. Вот. И просто мы не рассчитывали, что вас так много. И когда мы только-только бронировали эту площадку, в самом начале тура, мои концертные директора пришли к женщине, которая владеет Декалин Совета, и такие, типа, вот мы хотим реализовать мероприятие, бла-бла-бла. И она такая, а вы уверены, что вы хотите именно стендап? Мы такие, а какие-то, блядь, еще есть варианты, что запонять? Ну, да. А почему? Ну, просто не соберете. Мы такие, а с чего вы это взяли? А она такая, ну, у нас тут недавно Руслан Белый выступал. Мы такие, о-о-о, моя ты хорошая. Чтобы эта барышня не беспокоилась, мы внесли полную предоплату. Типа, ей не было смысла дергаться, переживать, что что-то пойдет не так. Мы ее подкормили баблом. За два дня до начала тура мероприятие, типа, ну, она отменяет мероприятие. Она говорит, нет, наша площадка не будет его проводить, отмена. Мы такие, а в чем дело? Она отвечает, по причине того, что Поперечный матерится. И мой концертный директор такой, у вас через два дня Шнур выступает. Вы что, охуели, типа, так лицемерить? Правда, блядь? На что нам приходит официальный ответ. Блядь, слушайте, ну, давайте не будем сравнивать Сергея Шнурова и никому неизвестного Данилу Поперечного. Да, блядь, у-у-у, бля-у! И мой концертный директор такой, да, не зацени, какое письмо смешное. Я такой, ха-ха-ха! Блядь, ха-ха-ха! Он, типа, сколько лет я должен заниматься этой хуйней, чтобы меня начали воспринимать всерьез? Или мне надо собрать ледовый? Ах, блядь, да! А, нет, сука, я знаю. Наверное, мне надо начать лизать очков власти и петь песни про туфли и штаны и орать «БК, Леон БК, как долбоеба!» Чтобы все такие «О, это артист, не то что поперечный, блядь!» Просто каждый раз, когда кто-то пытается за счет тебя смутвердиться, это дает по шарам, потому что ты сам знаешь, насколько ты бездарь и уебан. Я настолько жалкий, просто вот я проиллюстрирую. Я такой жалкий, что я не гуглю себя, а смотрю реакции на свои видео и реагирую на это. «Да это пиздец, это как дрочить на зеркало!» Типа ты такой... Ах, фух. И эта вся ненависть, она как бы... Че ты там крикнула, пизда? Давай-ка, блядь, разберемся, сука! Что из слов «не разговаривать с поперечным» тебе было непонятно? Подними руку, кто крикнул? Блядь, просто покажись! Да, привет! Блядь, как хорошо, что ты так далеко сидишь! Просто у нас здесь есть ультрафиолетовые лампы, если бы мы их включили, у тебя бы светился рот. Как сверхновая! Ты сама нарвалась. Кто еще? Давайте, блядь, кто? У кого еще есть что со мной победить? Да, что такое? Хочу ли я мандаринку? Какая ты крикливая, ёп твою мать! Она такая, прерву-ка я шоу в Ледовом на просьбу о мандаринах, ёп ты! Пиздец! Короче, А, я тебя знаю! Короче, я буквально, ну, типа, за час до начала выступления открывал меню, я попытался заказать баранину, а вместо надписи «Баранин» там твое лицо напечатано. Дальше кто, блядь? У кого? Не надо, ёптать, мы можем так весь вечер, я вам отвечаю. Не надо, нет, все, завалите, ёбло. Я понимаю, вам хочется кричать, впервые ваш рот чем-то не занят, пару часов. Не надо, девочки. Оу, снэп! Оу, снэп! Не понимаю, почему ты кричишь, ведь тебя уже полтора часа не ебёт твоя батя. Короче. Давайте прекратим эту хуйню, это правда бесконечно. Стоп, у меня, блядь, есть программа, я артист, сука! Это... Я недавно понял, почему именно я себя ненавижу, и я думаю, что часть из вас поймёт, о чём я. Ненависть к себе из-за... исключительно из-за комплекса творца. Вот эта хуйня, когда ты пытаешься каждый раз прыгнуть выше головы, но в какой-то момент понимаешь, что, блядь, чё-то, походу, уже не получается. И ты, типа, да, я знаю, что вы знаете, о чём я. И ты оборачиваешься на своё прошлое и такой, блядь, то есть вот мой предыдущий прыжок, вот эта посредственная точка, это мой пик, вот это да. И ты начинаешь сжирать себя изнутри. У меня нет страха смерти. Есть страх ничего после себя не оставить. Типа, понимаете, о чём я? Прожить всю жизнь наблюдателя. Сильно эти уёбки помогли 18-го числа на выборах, блядь, наблюдатели. Такие, я не буду протестовать против выборов, я приду смотреть. Вот помните тот участок, куда приходил Путин голосовать? Мне кажется, вот если там были наблюдатели, Путин пришёл и такой, о, наблюдатели, наблюдайте. Смотрите, раз бюллетенечко, два бюллетенечко, три бюллетенечко. Смотри, целая пачка. Смотри-ка, весь твой микрорайон за меня. Это, блядь, так странно. С таким же успехом можно было прийти на карнавал и орать. А-а-а, карусель! Да, чувак, это карнавал. Только они делали это на избирательных участках. Да, карусель! И все такие, да, чувак, это карнавал. Я не хотел затрагивать эту тему, но... Я уверен, часть из вас сейчас сделает вид, что не понимает, о чём я. Но у каждого ведь из вас хотя бы в последнее время появлялась мысль. Просто хотя бы проскакивала, типа, блядь, может пора валить из России. АПЛОДИСМЕНТЫ И мне не нравится она. Она не... Это токсичная мысль, которая не... Я, типа, люблю Россию, я настоящий патриот. Но начинаешь что-то, типа, подозревать, когда ты смотришь, типа, телек, и все эти уёбкие депутаты в костюмах орут. В Америке, пиздец, невозможно жить! В Европе детей едят! А все их дети там. Все их дети, родственники и недвижимость там. И начинаешь чувствовать, что, блядь, походу они не пытают своих близких отвратительными странами, а пытаются спасти тех, кто им реально дорог, блядь, с тонущего корабля. И начинаешь думать, блядь, может быть уже, типа, очевидно, что надо съёбывать. Насколько более очевидна должна быть ситуация, чтобы понять, что, блядь, походу надо валить. И, типа, проблема-то вот в чём. Обожаю его когда. Нет, я рассказываю этот кусок и сбоку, как из Сити-17. Мы увидим Гордона Фримена. У него монтировка. Можете сделать потише рации, блядь, ребята. Ёб твою мать, очень страшно. Сейчас он потеряет бдительность, мы его дротиком ёбнем. Господи. Я честно пытался съебаться. Я правда пытался съебаться. Я два года жил в Европе. Было охуительно. Я снимал огромную хату за 9 тысяч рублей в месяц. Там такие вкусные яблоки, пиздец. Знаете, из-за чего я вернулся? Через два года я начал чувствовать какое-то доселе невиданное мною чувство. Очень стадное и непонятное. Я начал скучать по-русски. И это очень странная хуйня, которую ты впервые в себе ощущаешь. Я реально в какой-то момент начал выходить на улицы в Европе и такой... А холи вы улыбаетесь-то все, блядь, а? Чё, блядь, весёлого произошло? Ну-ка, расскажи-ка мне! Типа, начинаешь реально скучать по вот этим серым ёблам, которые такие... Блядь, Путин, свобода слова, дороги, блядь, сука, а, блядь! Типа, ты начинаешь? Тебе хочется к своим, кто понимает, что у тебя, блядь, вот здесь. Это так странно и... Хуй его знает, что делать. Я реально не понимаю. Не прошло месяцы, инаугурация президента ещё не прошла. И он уже так, наш президент такой. А чё там молодёжи нравится? Телеграм? Нахуй! Вместе со всем интернетом, блядь, в пизду. Чё там ещё им нравится? Не гореть в кинотеатрах? В пизду. Это пиздец. Я так испугал. Предвыборная речь Путина. Он, типа, 10 минут уделяет на коррупцию, блядь, которая главная причина всех проблем в стране. У нас нет денег, блядь, на дороги, больницы, ветеранов. И... Они шикуют. Даже свободы слова. Ограничения свободы слова сделаны исключительно из-за коррупции. Просто, чтобы людям было сложнее пиздеть про то, как депутаты воруют. Всё из-за коррупции. Он мельком такой, да, блядь, друзья воруют, пиздец. Но! Всё остальное время Путин в своей предвыборной речи рассказывает о том, какую охуительно новую ракету они построили, которая может с одного удара уничтожить всю Америку и движется по непредсказуемой траектории. Я так пересрал, потому что я знаю, что это за непредсказуемая траектория. Видели дрон Почты России, блядь? Вот это непредсказуемая траектория! Они... Они реально имеют это в виду. Они не могут предсказать, куда она ёбнет. Мне было так страшно, он с таким огнём в глазах рассказал. О, мы всех разъебём, у нас такая ракета! И я так пересрал. Не потому что в России, типа, есть такая, такая сильная... Самое, блядь, самое сильное оружие всех времён народов. Я пересрал не из-за того, что в России она есть. Да, Сити-17 лучший город, я понимаю. Блядь, вы можете вырубить рации, пиздец! Как вы заебали! Я уже даже не... Может, это правда, блядь, из ФСБ? Вы из ФСБ? Чё за хуйня? Я такой, да, это спешл снимает. И там чувак абсолютно, типа, незнакомый с камерой стоит. С ВХС-кой просто такой. Да, спешл. Специально, блядь. Я очень пересрал. Не потому что в России появилось самое опасное оружие всех времён и народов. А потому что мне кажется, что Путин припизднул. Видели графон, которым они снабдили презентацию? Как бы... Да, может, они подсэкономили на визуал, но мне кажется, что у нас нет такой ракеты. И в этом есть большая проблема. Вы скажете, ну, раз он напиздел, значит, нет такой ракеты. Всё, заебись. Ну, тут проблема в другом. Когда Путин официально заявил, что у нас есть такая ракета, он стриггерил америкосов. Который говорит, блядь, какая ракета у них есть? Сука, мы тоже такую сделаем. И они берут и реально делают. И теперь у них есть эта ракета на вооружение. А у нас хуёвый графон, блядь. И даже если, предположим, даже если, предположим, у нас действительно есть самое опасное оружие всех времён и народов, знаете, в чём проблема? Что его сделали русские? Эта ракета ебанёт не во Флориде, а в Самаре. По одной простой причине. Потому что когда они, как только они её запустят, и чувак, который следит за её траекторией, такой, блядь, чё-то вот это уже совсем пиздец непредсказуемо. Чё за хуйня? И сбоку сторож такой, ну, я соляры подслил чутка, но хули она стояла, я думал, он её не запустит. И пиздец. Радиоактивный, блядь, пепел. Потому что похуизм у нас в крови. Вся Россия живёт на похуях. Властям похуй на нас, а нам похуй на то, что властям на нас похуй. И мы не можем разорвать этот блядский круг. Хуй знает, чё вы радуетесь, девчонки. Хуй его знает. Непонятно чё. Они так привыкли нам пиздеть. Блядь, Грудинин сбрил усы. Такой, ладно, базару ноль дуть, ты победил. Выложил фотографию, как он сбрил усы. Официальный представитель Грудинина удаляет эту фотографию и пишет, это всё фейк. Грудинин не сбривал усы. И Грудинин снимает видео, такой, да блядь, я сбрил усы, я Грудинин. Типа, нахуя тут-то напиздел? Зачем? Они просто пиздят по инерции. Когда дрон Почты России разъебался, первое же, что они сказали, нас взломали, блядь. Нас хакнули. Прошло два дня, и они такие, да, хуйня какая-то, это не наш дрон. Всё, блядь, вот, пожалуйста. И хуй его знает, что делать. Я реально не понимаю. Типа, хочется верить, что со временем всё наладится. И в то же время, блядь, у меня морщина на лбу из-за того, что я живу в России. Я каждое утро открываю твиттер и такой, ебать. Он что, не работает? Ёб твою мать. Правда? Да щук. Помимо внутренних, знаете, переживаний и депрессии, ещё и страна пытается тебе поднасрать. Но хочется верить, что рано или поздно всё, типа, станет чуть лучше. Ну, как минимум, потому что есть вы. Ну, типа, как минимум. Депрессии нихуя не помогают бороться за лучшее государство, знаете ли. Я начал ходить к психотерапевту. Проблема психотерапевтов в России, что психотерапевты в России думают, что психотерапевты в России не нужны. Последнее, что сказал один из моих последних докторов. Он сказал, Дань, да нет ничего страшного в страхе. Я такой, да, сука, ничего себе. Блядь, да это же самое страшное в страхе, сука, сам страх. Это вот уровень совета, который вам даёт пьяный кореш на вписоне. Ты чем-то делишься с ним, и он такой, да не бойся. И ты такой, о, не подумал, блядь, да, сейчас-то гораздо лучше всё стало, да. Спасибо, братан. Чего говоришь? Да не стесняйся. И ты такой, ох, блядь, сразу почувствовал себя. Мм, прилив. Говорят, что у депрессии нет лица. Знаете, я готов предложить свои услуги. Я думаю, мы... Я готов стать официальным амбассадором этого дерьма. Мне правда кажется, что даже если я действительно проверну эту сделку, я буду депрессовать из-за того, что я продешевил. Типа, найду из-за чего расстроиться. У меня есть вот эта ебучая амбиция, мне хочется попасть в историю, но я прекрасно понимаю, что мой потолок это история браузера. Типа, хочется верить в то, что в будущем всё будет лучше. Но знаете, в какой-то момент начинаешь понимать, что, возможно, будущее ближе, чем тебе кажется. Три месяца назад моему деду стало что-то херово, у него отказали ноги, и его положили в Воронеже в реанимацию. И я приехал на несколько дней с ним посидеть, ну, типа, понячиться с ним, попомогать ему, ну, классическая история. И в палате с ним лежала вместе, ну, там она гигантская палата, лежала женщина, у которой был встроен кардиостимулятор внутрь, типа, в сердце. То есть, маленький дефибриллятор запускал её сердце каждый раз, когда она резко вставала в кровати, я такая, бля, снова респаунилась. И помимо этого, в неё была вшита хрень, которая, типа, сканировала уровень сахара в крови. И если вдруг он подскакивал, эта штука впрыскивала инсулины. Я такой, блядь, надо познакомиться, может, Джараху такую хуйню в затылок въебём. Он хоть побегает ещё какое-то время. И я к ней подхожу, говорю, здравствуйте, я могу с вами познакомиться? Она такая, сейчас я аппарат включу и включает уши. И я такой, вот они, киборги. Она бы не была жива, если бы не технологий. Всё в ней, типа, вот-вот-вот. Я такой, блядь, вот кто будет защищать нас, если на нас нападут инопланетяне, старпёры с протезами. И инвалиды, которые могут ездить на любой, блядь, поверхности, потому что нас не строят пандусы. Просто фун по лестнице. Хоба, блядь. Это пиздец. Если ты инвалид в России, ты, блядь, всемогущий. Но знаете, в чём проблема отряда старпёров-киборгов? В том, что даже если на нас нападут типа, инопланетяне, они всё равно будут воевать с хохлами. Короче, мой дед, когда лежал в реанимации, постоянно хотел сигарету. Прям его, блядь. Ну то есть, знаете, не как наркомана его трясло. Типа, о, блядь, сигарета, расскажи, какая она, опиши её. На, беленькая, да, охуенно, дым. Чуть в меньших масштабах он, в каждой из его рук была капельница, он был весь в датчиках, у него из хуя торчала трубка и сгоняла мочу в мочесборник. И он хотел, чтобы я всю эту хуйню каким-то образом перевесил, блядь, на кресло-каталку, взял его вот так на руки, посадил, и мы поехали с ним курить сигареты на улицу. Я ему такой, серьезно, ты хочешь, чтобы я из говна и палок Бэтмобиль тебе тут построил? Лежи нахуй, выздоравливай! Он настолько хотел сигу, true story, к нам в палату возят женщину в возрасте при смерти и кладут прямо на соседнюю койку от деда. И она прямо на наших глазах умирает. И дед такой, жалко, ни одного кармана. Я такой, ты что, сигареты ищешь? Ты что, блядь, охуел? Она еще не остыла, еб твою мать, деда, вау! Ни одного кармана? Я ему такой, типа, ты что, не смотрел жену смотритель зоопарка, там черным побел? Ну, курение вредит, блядь, здоровью нахуй. Ты что, дедуль? Ку-ку? Я поставил ему условия. Я такой, встанешь на ноги, пойдешь курить, понял? И он такой, да смотри, ноги шевелятся. Я такой, да блядь, выни руку из-под одеяла, ты что, охуел? Ты что, думаешь, мне 7 лет купил? Он реально лежит, такой, о, смотри, я бегу, блядь. Он руками, типа, двигает ноги, типа, чувак, нихуя подобного. Встанешь, блядь, тогда пойдешь курить. Я думал, это его классно замотивирует. Вещь, из-за которой он попал в реанимацию, иронично стала его главным предметом, типа, жажды. И когда мы приехали вместе с ним домой, он уже ничего не говорил. Он лежал с открытыми глазами, у него зрачки бегали туда-сюда, и у него был открыт рот. И я держал его за руку и просто провожал его в последний путь несколько дней. Он лежал у нас на диване в гостиной, а я спал возле него на полу. И мне было так стыдно, блядь, перед ним. За то, что я не сказал ему самых важных и нужных слов, которые я собирался ему сказать. Но я засал их ему говорить, потому что подумал, блядь, он еще обидится, подумает, что я хороню его раньше времени. А теперь непонятно было, он, типа, слышит вообще, что я говорю, и все, он уже настолько в коме, что его сознание отключилось от этого мира. Мне было стыдно перед ним за то, что я не выполнил единственное желание своего дедушки, не покурился своим любимым дедом Сигу, просто потому, что я засал, типа, нарушить правила реанимации. А это единственное, что ему было нужно. И меня так, меня так удивляла, знаете, его невероятная смелость и простота, потому что он с самого начала, как только он туда попал, он понял, что он умирает. Я по глазам это видел. Потому что дед выбирался за всю свою жизнь из таких жоп. Просто он однажды болгаркой пытался отпилить трубу, болгарка соскочила, он разъебался половиной лица болгаркой. Знаете, что произошло? Он зажил, и на этом месте появилась охуенно стильная морщина. Я такой, как ты это сделал? Он такой, да там труба какая-то пестанутая была, я вообще не понял, что произошло. Я типа, все работало на его руку, все. Он стал более симпатичным после того, как его ебало треснуло напополам. Это просто невозможно. Но тут я по взгляду чувствовал, что, блядь, что-то не так. Он сам знал с самого первого дня, как только он попал в реанимацию, что он не вылезет. И знаете, ситуации нихуя не помогали бабки, всякие троюродные сестры, которые вдруг ни с того ни с сего начали приезжать со всей России все, что ему нужно было перед самым главным и самым таинственным и опасным и страшным, блядь, путешествием в своей жизни всего лишь сишка. Одна сишка. Пошел нахуй, ЛДжей. Вот, блядь, кому нужна сишка. А не тебе, блядь. Вот этот человек. И мне было так больно. Знаете, не потому, что я потерял любимого человека, не вот эта классическая эго-история, типа, ой, я так его любил, а теперь его нет в моей жизни. О, он бедный я. Нет, не поэтому. А просто потому, что я вдруг почувствовал, что я четливо осознал, что этот человек встречал меня в этом мире, носил меня на руках, менял мне подгузники, а теперь это все делаю я и держу его теплую руку, а его сердце уже не бьется. И я вдруг, типа, понял, что как будто бы между вот этими двумя воспоминаниями ничего нет. Как будто бы вся жизнь настоящего человека, который любил, у него было кучу приключений, он столько всего делал, она вся вот здесь, я как будто это выдумал. Я последний человек во вселенной, которому не насрать на этого деда. Потому что, ну, блядь, ну, допустим, родится у меня сын когда-нибудь, я расскажу ему про дедушку, ему будет поебать, он не знал этого человека, он для него будет неинтересной историей, старой фотографией. И так будет с каждым из нас. И я вдруг отчетливо осознал, что мы просто инерция большого взрыва. Мы любим, плачем, умираем, ебемся, воюем, и это не имеет никакого нахуй смысла. Но знаете что, может быть, блядь, оно и хорошо. Потому что это значит, что мы можем сами его придумать. Его звали Валерий Иванович, он курил с шести лет в Воронежской деревне. Он был охуительным механиком и водителем и постоянно травил старперские ебаные анекдоты, которые я обожал. Меня зовут Даня Поберечная, это мой ебаный анекдот длиной в два часа. Спасибо большое. Игорь Негода, Посмотри, сегодня звёзды ярче, чем вчера. Оставь дела, пойдём скорей на свежий воздух. Посмотри, все несерьёзно, всё это игра. Никто не прав, и все попытки, если честно, бесполезны. Бесполезны. Бесполезны.